На 31-х летних Олимпийских играх, состоявшихся в августе 2016 года в Рио-де-Жанейро, спортсмены Беларуси завоевали 9 медалей. И ровно треть этого результата обеспечили представители Гомельщины. Примечательно, что все они выпускники одного учреждения образования. Гомельского государственного училища Олимпийского резерва, которому, кстати, в 2016 году исполняется 45 лет. История его, как спортивного учебного заведения, берет начало в 1971 году, когда в здании Сиротского интерната 1956 года постройки создали школу-интернат спортивного профиля. Первым директором стал Владимир Лаптухов. Через два года его сменил Анатолий Севастьянов. В 1978 штурвал взял Виктор Феоктистов и держал его 10 лет. В 1988 году школу-интернат спортивного профиля преобразовали в училище Олимпийского резерва. На должность директора пришел Анатолий Федоров и оставался в ней практически четверть века. Прежде всего, сама работа с этим коллективом, которое и тренерским, и учительским коллективом, где были действительно профессионалы, специалисты, причем известные в республике и в масштабах бывших СССР. В результат, в конце концов, мы ежегодно имели хорошие результаты. И вот все это приносило массу положительных эмоций. Коллектив здоровый, работоспособный. Училище на протяжении вот этого периода, оно постоянно считалось лучшим среди областных училищ. После выхода на пенсию Анатолий Федоров не ушел из училища, а занялся здесь преподавательской работой. Новый директор Василий Жаранков стремится хранить и приумножать традиции, заложенные его предшественниками. Училище Олимпийского резерва, оно и состоялось благодаря этим людям. То есть, ну, большая работа была проделана, и в настоящее время мы уже сохраняем именно традиции вот этих директоров. И училище считается по своим спортивным показателям одним из лучших в республике. В Гомельском училище культивируется 12 олимпийских видов спорта. Это легкая и тяжелая атлетика, борьба, вольная и греко-римская, дюдо, бокс. Гребля на байдарках и каноэ, и академическая, плавание, современное пятиборье, велоспорт, фристайл. Еще 16 видов составляют дополнительный контингент. Инфраструктуру Гомельского училища Олимпийского резерва возглавляет четырехэтажный корпус на улице Комсомольской. Здесь размещена администрация, учебные классы и три зала борьбы – вольной, греко-римской и дюдо. Рядом расположено еще одно здание в четыре этажа. Внутри общежитие на 160 мест, столовая и медпункт. Также на балансе училища – грибной канал в Якубовке с базой, административным корпусом и судейской вышкой. Для тренировок по остальным видам спорта училище арендует спортивные объекты у других учреждений. Благо, в Гомеле для этого все есть. Кроме того, имеется еще филиал училища в Мозыре. Существует он давно, но только в 2016 году обрел полноценную жизнь. В апреле был торжественно открыт новый спортивный комплекс и учебно-бытовой корпус. Что касается Мозыря, то в этом году сдан в эксплуатацию вообще великолепный спортивный комплекс, где имеется два зала. Один общей физической подготовки, второй – специальной подготовки для гребли. Зал для тяжелой атлетики. Военная казарма, она переоборудована в учебный корпус с столовой. Новейшим оборудованием для столовой. Мы закупили спортивное оборудование. В Гомеле в училище Олимпийского резерва обучаются более 300 человек и еще более 100 в Мозырском филиале. Ребят набирают сюда после окончания ими седьмого класса общеобразовательной школы. Таким образом, последние четыре года базового образования с восьмого по одиннадцатый класс они получают здесь, совмещая его со спортивным воспитанием. По окончании одиннадцатого класса лучшие выпускники могут остаться еще на два курса, после которых им выдают документы о получении среднего специального образования. Разумеется, и изначально в УОР набирают не всех желающих. Сюда попадают, как правило, лучшие воспитанники спортивных школ и секций. В училище создан банк данных, выстраивается рентинг учащихся, и по согласованию с федерациями по видам спорта уже комиссионно здесь принимаем учащихся. Сначала изучаем их, у нас выстроена система, то есть характеристики берутся с общеобразовательных школ, со спортивных школ, потом берем детей абитуриентами и смотрим, как они смогут ли здесь учиться, потому что график, конечно, здесь очень сложный. Учащиеся на протяжении длительного времени должны совмещать серьезнейшие занятия спортом с большими нагрузками физическими, психологическими, и в то же время они должны овладеть достаточным объемом знаний, которые позволят им получить диплом специалиста со средним образованием. Вот это вот серьезнейшая задача, вот и в этом отличие от других учебных заведений. Режим здесь действительно непростой. Ежедневно будущие спортсмены встают в 7 утра. После завтрака у них два урока общеобразовательной школы. Затем второй завтрак и до обеда тренировки. После дневного приема пищи ребята вновь возвращаются за парты. Еще 2-3 урока. Ну а вечером снова тренироваться. Только часам к 8 они освобождаются, да и то относительно, ведь еще необходимо уделять время самоподготовке и домашним заданиям. В 22 часа отбой. Выходной только в воскресенье. Режим суровый, но именно такие условия закаляют дисциплину, физическую и моральную устойчивость, готовят к большому спорту. Сегодня без такого звена, как училище Олимпийского резерва, очень трудно пробиться, чтобы ребенок взял со спортивной школы и попал на высшее звено, скажем, в школу высшего спортивного мастерства. Вот это среднее звено училища Олимпийского резерва, где действительно уже формируется. И здесь именно уже определяется этот ребенок, состоится он как спортсмен или нет. Обойтись может и можно, но очень сложно. Тем более при современных условиях, когда не всегда у родителей хватает качественно прокормить ребенка, качественно одеть. Тут общежитие одевают, обывают. И для тех людей, которые действительно приходят за результатом, тут созданы условия. Ну, временные трудности, но они пройдут. Они, на моем, у меня 50 лет стажа тренерского, они то появлялись, то исчезали эти трудности. Ну, в принципе, от больших до средних, ну, проблемы были всегда, а то и спорты. Заслуженный тренер СССР, России и Беларуси Георгий Джангиров подготовил целый ряд именитых борцов вольного стиля. Один из них – двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Вугар Аруджев. Джангиров воспитала чемпионку Европы среди юниоров Виолетту Чирик, призершу Европы Наталью Ланько, призершу Всемирной универсиады Галину Левченко и многих других. Ну, а на последней Олимпиаде в Рио его ученица Мария Мамашук стала обладательницей серебра. Да, ныне Мария – подопечная Сергея Смаля, тоже, кстати, именитого выпускника Гомельского УОР, чемпиона мира и серебряного призера Олимпийских игр. А некогда ее отыскал в Зябровке Петр Бобей, затем уже в училище в нее вложил душу Георгий Джангиров. Сейчас он растит новых чемпионок, но за успехами своих прежних подопечных следит. Вот и Олимпиаду в Рио смотрел. Ну, это у меня не первая медаль, поэтому я был более относительно спокойный. Ну, был рад. Сидел ночью, это было, мы по телевизору смотрели с женой, кричали, орали. Конечно, рад. Уже на старости лет еще одну медаль на Олимпиаде дать. Но есть пару девочек, не буду афишировать, через пару лет услышите о них. Теперь заглянем в зал греко-римской борьбы. Здесь встречаем еще одного известного специалиста, заслуженного тренера БССР и Литвы, Григория Козовского. Этот человек тоже воспитал целую плеяду выдающихся борцов. В 2000-х годах трудился в Прибалтике, затем одно время работал в Бресте. Но вот вернулся в Гомель, в родное Уор. Это при его участии в 1976 году здесь было открыто отделение греко-римской, а тогда классической борьбы. За это время отсюда вышло немало спортсменов, известных на весь мир. Например, призеры Олимпийских игр Вячеслав Макаренко, Джавид Гамзатов. Двукратный чемпион мира Алим Селимов. Участник Олимпийских игр Владимир Копытов. Призер Европейских форумов Александр Козовский. Всего здесь подготовлено 6 заслуженных мастеров спорта и более 50 мастеров спорта международного класса. Ну, я так думаю, что этот зал в своем многое сделал для подготовки спортсменов высокого класса. Еще отрадно, что вот эти сейчас молодежь, которая уже закончила выступать, вот, они работают тренерами. Если так взять, Макаренко, старший тренер из Гомельского, Копытов старший тренер по кадетам. Многие выпускники Гомельского УОР, добившиеся высоких результатов в спорте, впоследствии возвращаются в училище как тренеры. Вот в зале дзюдо с ребятами занимается участник Олимпиады в Лондоне, бронзовый призер универсиады в Белграде и чемпионатов Европы, а также серебряный призер мира по самбо Евгений Бедулин. И таких примеров много. Вообще, учащимся здесь повезло с наставниками. В частности, в училище работают 18 заслуженных тренеров Беларуси. И неудивительно, что около половины учащихся училища являются членами национальных команд. Кстати, по результатам 9 месяцев 2016 года, Гомельское УОР по подготовке резерва признана лучшим среди аналогичных учреждений Беларуси. Каждый человек по-своему талантлив. Мы берем, здесь созданы все условия, есть с кем работать и есть кому работать. Поэтому я считаю, что перспектива в развитии учащихся в Гомельской области, она есть. И резерв готовится один из лучших в республике. Не стоит забывать и об образовательном процессе. Как уже говорилось, наряду с тренировками воспитанники училища Олимпийского резерва посещают уроки. Причем программа такая же, как в обычной школе. Разве что нет физкультуры. Ребята проходят полный общеобразовательный курс, изучают все предметы школьные программы в соответствии со своим возрастом. Учебный процесс ведут 28 учителей-предметников и 10 воспитателей. Аудитории для занятий расположены в главном корпусе училища. Здесь же есть современный методический кабинет, оборудованные мультимедиа. К услугам ребят библиотека, в фондах которой более 17 тысяч экземпляров различных изданий. От художественной литературы до специализированных спортивных пособий и справочников. Для проживания иногородних учащихся имеется общежитие на 160 мест. Комнаты в нем как блочного, так и коридорного типа. Лучшим воспитанникам предоставляют одноместные номера. Но для всех проживание бесплатное. На этажах есть комнаты отдыха с бытовой техникой. Здесь можно передохнуть, перекусить, пообщаться. Холлы приспособлены для небольших собраний, совместного просмотра фильмов, телепередач, лекториев, подготовки к различным внеурочным мероприятиям. А таких, кстати, тоже немало. В общем, скучать особо некогда. С ребятами проводят воспитательные мероприятия. Семь дневных воспитателей и три помощника воспитателя. Культ-организатор, работают социальный педагог и педагог-психолог. Кроме тренировочного процесса, ребята задействованы в шестой школьный день. Они посещают музеи, выставки, кинотеатры. Активно участвуют в мероприятиях как районного масштаба, так и республиканского. Как в любом учреждении образования, в училище Олимпийского резерва налажена культурно-массовая работа. Организуются различные праздничные мероприятия, концерты и творческие конкурсы. За здоровьем учащихся следит медперсонал. Обязательный углубленный медосмотр два раза в год проводится в диспансере спортивной медицины. А при самом училище действует медпункт. Здесь ребятам по мере необходимости оказывается доврачебная помощь. Работают два врача, оборудован процедурный кабинет. При этом принять учащихся готовы круглосуточно. Даже ночью здесь дежурит медработник. На случай высоких температур и инфекции в медпункте имеются два изолятора. Здесь заболевшие могут находиться во время лечения, дабы не заразить других. Также медпункт располагает собственным физиотерапевтическим кабинетом. Не выходя из здания общежития, ребята могут пройти назначенные им процедуры. Выполняет персонал медпункта и консультативные функции. Фактически проводится инструктаж спортсменов. Обращаются к медперсоналу по тем препаратам, которые запрещены, которые могут использоваться. Проводится профилактическая работа в виде лекций. Профилактическая работа проводится по простудным заболеваниям. Это всевозможные инструкции. Доводится до спортсменов, как правильно одеваться, как после тренировки себя вести, какие условия способствуют сохранению здоровья и успешному выступлению на соревнованиях. Кроме того, на медпункте контроль санитарного состояния общежития, учебного корпуса, а также качество закладки продуктов в столовой и состояние здоровья работников в кухне. Кстати, о питании. Столовое училище тоже расположено в здании общежития и работает с утра до ночи. Ведь иногородних учащихся кормят пять раз в день. Для местных, гомельских, питание трехразовое. В общем, на воспитанников УОРа тратятся немалые деньги. Они одеты, обуты и сыты, бесплатно обеспечены жильем, тренировками, образованием, медобслуживанием, спортивными и культурно-массовыми мероприятиями. А потому и спрос с этих ребят повышенный. И уже с момента поступления, с восьмого класса, учащимся прививаются такие качества, как целеустремленность и ответственность. Вместе с тем, для них открываются вполне конкретные перспективы. Вот здесь четыре года они обучаются и уже определяются. Если мы видим, что это перспективные детки, мы им предлагаем остаться на курсе. То есть уже тогда идет первый курс. Это уже, как правило, после 18 лет исполнилось второй курс. Это уже спорт высших достижений. Далее мы уже передаем на высшее звено подготовки. У нас состыкованы программы с Гомельским государственным университетом, с Белорусским государственным университетом, где детки вот такие уже наиболее перспективные, которые заканчивают курсовую подготовку, имеют свои преференции. То есть тестирование сдают, и дальше уже они поступают на второй курс. Если имеют медали, вообще не сдают экзамены. Если он мастер спорта, он получает сразу десятку по физической подготовке. Гомельское училище Олимпийского резерва без преувеличения одна из главных кузнец спортивных кадров Беларуси. За годы его существования здесь выращено порядка 200 мастеров спорта международного класса и два десятка заслуженных мастеров спорта. На сегодняшний день 22 выпускника УОР являются обладателями олимпийских наград разного достоинства. И это далеко не предел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok